пришло время поотвечать на ваши вопросики я сейчас как раз открыла уже инстаграмчик но вообще я должна признать что большую часть не писали не вопросы всякие комплименты и мне очень приятно спасибо друзья большое не очень приятно честно как дела как настроение все отлично я на олимпийских играх в пекине делал свою работу мне очень нравится поэтому что может быть еще лучше есть канал на ю тубе канала на ю тубе нету но моя давняя мечта я просто смотрела всяких блогеров все мне очень нравилось катя душкина и мы с ней почти ровесницы поэтому как-то шли вместе мне казалось что на прямо очень хорошо ведет свой youtube канал и мне тоже очень хочется но не было каких-то ресурсов не ну не было понимания как это нужно делать и в принципе у меня было все время на катке поэтому сейчас пытаюсь что-то сделать для вас но уже в ю тубе тут передают все большой привет моей бабушке века привет я в пекине на олимпийских играх можно ли вам посещать олимпийскую деревню и гулять по ней знаете вчера я хотелось есть в олимпийскую деревню потому что говорили что там можно будет посетить олимпийский парк и там есть сувенирные магазины но я пришла туда и там можно было просто пройти как пресса и смотрите так с расстояния все очень строго строже чем даже в токио как не сказала рита как тебе прокат марка сегодня напоминаю что я снимаю день короткой программы у мальчиков знаете я думаю что завтра у них выходной и он как-то соберется и чуть-чуть отдохнет и все у него будет замечательно в произвольной программе вообще он такой классный мальчик открытый и веселый задорный и вообще мне кажется очень будет предвидать мужское одиночное катание в россии поэтому марк тебя верим как ты относишься к камиле и саша я отношусь к ним абсолютно прекрасно и я очень рада за девочек потому что они на олимпийских играх мне кажется это выше ничего нету в спорте в принципе и все к нему идут это как такая кульминация все все работы которые ты проделал вместе с тренерами своими родителями всеми кто тебя окружает поэтому я безумно рада за них и к ним отношусь отлично просто почему почему-то все начали на меня как-то наезжать по поводу того что я сказала про аню черпакову но с ней я достаточно много времени проводила и провожу и мы с ней я пришли уже ну раньше всех девочек которые сейчас тренируются в этой георгиевны поэтому как-то мы с детства так шли 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 и больше общения наверное с ней мне идет у нее достаточно такая интересная карьера и взлеты и падения поэтому я за нее очень сильно переживаю это не значит что я не переживаю за других девочек камилу и сашу просто ну как бы у всех есть свое мнение как и у вас дорогие друзья которые могут писать за кого они болеют фанаты болельщики поэтому поэтому вот как справляешься с хейтом это сложно для меня вопрос ты достаточно сложно и иногда даже из-за этого плакала потому что это чуть-чуть непонимание почему так пишут в принципе я не сделал людям ничего плохого тем которые пишут мне такие обидные слова сообщения с угрозами и потом ты боишься просто шагнуть шаг вправо шаг влево и по улице идти потому что и реально пишут типа я тебя найду ты заплатишь хотя непонятно за что пока не поняла этих людей и кстати вот недавно алексей константинович своей истории его кто-то назвал дауном и он высылал такую великолепную цитату михаила задорного и меня прям тронуло до глубины души это он говорит сайт статьи если тебя оскорбляют никогда не отвечаем в ответ что я и делал но это мне очень тяжело дается сейчас потому что мне обидно но я не могу ничего сказать и вот как раз этот сад и мне чуть-чуть помогает вот и дальше ведь если на тебя лают собаки ты же не с не становишься на четверенькие не лаешь ей в ответ и всегда помни чем ниже интеллект тем громче оскорбления тут пишут многие про как я ухаживаю за своей кожей на самом деле для меня самое важное это очистить свою кожу потому что я делаю достаточно много макияжа и вот в период даже ледникового периода когда я вела на меня делали сумасшедшее какое-то количество тонального средства всяких консилеров теней и я не люблю вот это все потому что это жутко забивает мои поры и потом начинаются какие-то мини прыщички и меня это очень сильно раздражает и просто потом начинаю нервничать из-за этого поэтому я всегда очень сильно очищаю свою кожу многие сейчас скажут что это неправильно но я так делаю давайте последний вопрос тут очень интересный что ты не любишь кушать не люблю я наверно оливки маслины сильно острые блюда какое-то время я не любила баклажаны но когда я начала следить за питанием мне более-менее не понравились то что я сейчас не кушают наверное чипсы всякий фастфуд хотя мне очень нравится картошка фри я прям подсела какое-то время всякая соленая пытаюсь не не употреблять прям сильно соленая в принципе наверное все главное есть по чуть-чуть самое важное спасибо большое что задавали мне вопросы мне очень приятно было на них ответить а ой попробовать поехать на хоккей и там сейчас алина будет комментировать или работать работать делать работу работать дела делать все такое это может хотя с ним